Привет! Надеюсь, меня слышно. Да, сегодня я делаю влог, и мама только что высадила меня возле кладбища, вот там вот кладбище в центре города. Отлично! Зайдет торговый центр, и я иду сейчас в другой торговый центр, потому что я иду в качалку! У-ху! Не знаю, чем буду сегодня заниматься, но хотела с вами немножко поговорить просто о жизни. Я собираюсь ударить прашивайру, но сомневаюсь, делать это или нет, потому что мне надоели и всякие ваши глупые оскорбления, немножко которые там бывают. Это вообще минимум, что может быть, но я не хочу ударить спрашивай, потому что есть нормальные люди, которые спрашивают у меня объективные вопросы. Но из-за того, что люди анонимно мне пытаются как-то испортить жизнь, меня это не устраивает. Если хотите что-то сказать, говорите в лицо. Это потому что глупо скрываться, а так, если я ударить спрашиваю, вам некуда будет писать, и, во-первых, вы либо не будете писать, либо будете писать, и я буду знать, кто это. Но всё равно хочу сказать большое спасибо всем тем людям, которые оставляют мне всякие милые комментарии. Спасибо, я действительно ценю это, мне очень приятно, вы знаете, я отвечаю почти на всё по возможности. Очень приятно, когда вы проявляете такую, как бы, есть заботу или что. И я ещё нормально, адекватно реагирую на замечания, которые, типа, ты наигранно играешь в видео, вот у меня первое время было. Потому что это критика, и она, с одной стороны, полезна, и я тоже вам советую. Воспринимайте критику нормально. Возможно, это будет даже лучшему. Возможно, вы не замечаете то, что вы действительно делаете что-то не так, или можете улучшить то, что вы делаете. Поэтому адекватно воспринимайте комментарии других людей. Бесят такие штуки. Я уже подхожу, сейчас я вам покажу торговый центр Варна Мол, или Вор... Вол... Мол Варна. Ну, как-то так он выглядит. Вот центр потихоньку выживает. Но мне надо на самый верхний даж, потому что только там вся еда. И спортзал. О, а что я тут вижу? Па-па-па-пам! Майк! Вот, но ничего, потому что это аутлет, и здесь только сто. Так, идем дальше. А тут красивенько. Опять Макдак. Везде Макдак. Какой мне очень надоел. Ехали на мой этаж, тут всякая хавка, сабвей, кэфси, Макдак. Мак-кафе, это все неинтересно мне, потому что моя еда протеинный коктейль. Вот мы идем, и там мой спортзал. Вот он, моя любимая. Вовсюду потеют, и я сейчас присоединюсь к ним. Ааа, тренировка. Милое полотенчико мне тут дали. Я хочу его домой. Готово, погнали! Пробежала. Сейчас будем делать третий. Всем привет, я на террасе, напротив спортзала. Вот тут вот как раз беговые дорожки, и получается открывается вот такой волшебный вид. Я чуть позже его покажу. Устала, накачала все, что можно. Это был и присед, и жим, и выпады, и руки я себе качала под жим Арнольда, и еще что-то. Ааа, и вот эти вот куфринчики. Потом я качала себе пресс, потом внутреннюю часть бедра. И вот теперь пью протеиновый коктейльчик свой любимый. Он такой обалденный и такой дешевый относительно с ценами в Артовске. Вот за такую большую бутылку протеинового коктейля со вкусом торта из корицы я заплатила 50 рублей. Когда у нас в городе вот половина вот этого стаканчика вот такая вот стоит 100. Так что любите спортзалы за границей, они обалденные. Сейчас я покажу вам вид. В общем, я, наверное, самый счастливый ребенок, потому что я зашла вот в этот прекрасный магазин позади меня. И закупила себе всяких рукоделий. Я взяла себе черную бумагу для скейча, которую я давно мечтала. Взяла себе пастельный карандаш цвета Тиффани, моего любимого. И зеленую яркую пастель. Это просто ааа, моя мечта. Вот так это выглядит мой фотокартин-блок. Черная бумага. Я буду рисовать на ней пастелью, это будет очень классно. Прям сегодня, наверное, пойду рисовать. Вот салатовый мелок пастельный и пастельный карандаш цвета Тиффани. Тут написано Smura Blue, но посмотрим, что это значит. Я, наверное, еще вернусь в этот магазин, потому что хочу купить себе салфеток для декупажа. И, может, что-нибудь для квиллинга или валяния. В общем, сижу я тут, скучаю, жду маму. Всем привет! Я только что приехала на море в продолжение моего видео. Вот оно сейчас передо мной, я вам его покажу. Ох, давно я не снимала видео на море. Вот оно! Море! И мои планы на день везде здесь пробыть, почитать, поваляться книжек, позагорать, как я люблю это делать. Ах, быстрее, быстрее, вот этот релакс. Ну все, давайте. Девочка станет звездой Ютьюба. Мне нравится, как она танцует. Ну потанцуй еще. Ну давай, подвигай попой. Я тут лежу, валяюсь. Буду читать новую книгу. «Сладость на корочке пирога». Надеюсь, она мне понравится, потому что я начала читать Чарльза Диккенса, Оливера Твиста. И мне совсем не понравилось, было очень скучно. И я, в общем, не могу уже это читать, так что я забила. И сейчас начну новую книгу, которая дома лежала у меня два года. И, наконец-то, я ее прочту. Каша, каша. Еще каша. Каша, каша. Ребенок голоден и хочет есть. Чай. Каша, каша. Каша, каша. И обедаем мы бэби моцареллой. Я просто приехала домой с пляжа. И сейчас буду рисовать, потому что я устала. Не хочу ничего делать, не хочу купаться в бассейне. Я просто дорисую свой рисунок пастелей уже в цвете. А потом я, наверное, пойду покатаюсь на велосипеде у себя в деревне. На море мы с братом ходили, гуляли и купили в магазине конфет себе вот такие маленькие жвачки. Такие прям ностальгия, потому что в детстве я всегда выкушала такие. Вот такие желейки со вкусом персика и клубники. И клубничный напиток, сок со вкусом клубники и немножко с кусочками клубники. Это что-то похоже на наши фрутинги, только это фрутфарм. Там были другие разные вкусы, но я начну пробовать этот напиток с клубники. В общем, как заканчивается день. Я лежу сейчас перед компьютером, обрабатываю уже это видео. Одновременно его доснимаю. И день пришел хорошо, хочу сказать вам про за спокойной ночи. Посмотрите сегодня матч Бразилия-Колумбия. Скажите мне потом, кто выиграет. У меня немножко неполадки с телевизором. Болеем за Колумбию. Кто со мной, ставьте пальцы вверх и оставайтесь. Смотрите меня дальше. Целую, люблю вас, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова